Давайте начинать. Сегодня у нас первая лекция по синтаксису Python, по углубленному синтаксису. Сегодня мы с вами поговорим о функциях, в чем их особенность в языке Python, и также затронем такую вещь, как генераторы, конструкция, которая специфична для языка Python. Начнем мы с функций. С функциями все просто, вы уже, наверное, знаете. Объявляются функции с помощью ключевого слова dev, дальше идет имя функции, в скобочках вы указываете аргументы, которые принимает ваша функция. Если ваша функция ничего не принимает на вход, значит, вы скобочки оставляете пустыми, оставляете двоеточие в конце. Если вы хотите вернуть значение, то есть специальное ключевое слово return, которое говорит, какое значение вы должны вернуть. Это может быть любой объект, то есть, например, кортеж, список, или, как в моем случае, число секунд. Есть такая строка многострочная, называется она docstring. В этой строке обычно указывают, что делает функция, и какие аргументы она принимает. Такая некоторая документация. Чтобы посмотреть docstring, можно воспользоваться функцией help, которая выведет этот docstring, пишет, что делает функция, пишет, где она расположена и так далее. Если вы хотите посмотреть справку прямо в процессе, то можно воспользоваться комбинацией shift-tab, и появится вот такое окошечко, в котором будет описание функции, что она делает как раз в docstring, ее имя и еще какая-то дополнительная информация. Можно воспользоваться знаком вопроса, тогда документация появится снизу. То же самое, что при нажатии клавиш shift-tab. Если нажать вот на вот эту стрелочку, то документация, соответственно, появится снизу. Уберем ее, она нам больше не понадобится. Теперь, что же такое функция в питоне? Функция в питоне — это объект. Посмотрим на его тип и видим, что current seconds имеет класс типа функции. Что это означает? Это означает, что у функции есть некоторые атрибуты. Например, атрибут 2 подчеркивания name 2 подчеркивания, который возвращает вам имя функции, с которой вы работаете. Также можно посмотреть docstring, обратившись к атрибуту 2 подчеркивания doc 2 подчеркивания. Полный список методов и атрибутов можно посмотреть с помощью функции dir. Здесь достаточно большой список, какие-то мы с вами обсудим, но в основном мы их будем обсуждать на следующем занятии. В Python, как вы, возможно, уже знаете, все объект, даже int. Тип пятерки — это объект int. У пятерки, у int есть тоже свои атрибуты, свои методы, можно посмотреть, какие они есть. возможно, вам будет что-то из этого полезно. Что интересно для int, для маленьких значений, у вас область памяти, в котором хранится int, она совпадает. Например, я создам две пятерки, и адрес, по которому они хранятся, он совпадает. Соответственно, если я поменяю на троечку, то у меня все по-прежнему будет работать. Для больших же значений int это условие необязательно. Давайте еще раз выполним. Ну, в общем случае, оно на самом деле необязательно. Как бы у меня сейчас... Вот, хоть у кого-то есть false, это здорово. На самом деле, то, что значение адреса для int у вас совпадает, для маленьких значений, это такая некоторая оптимизация. Для больших значений такое может не быть. Просто такой интересный факт. Окей. И что нам делать с тем, что функция — это объект? Какие от этого есть прелести? Прелесть первая. Вы можете для функции создавать алиасы, то есть какое-то другое значение. Например, я хочу, чтобы моя функция currentSeconds называлась func. Я ее называю func и вызываю, и она по-прежнему работает. Если я посмотрю, что такое func, func — это по-прежнему функция currentSeconds. Где это может быть полезно? Например, у вас есть какая-то сложная логика, и в зависимости от случая вы хотели бы выбрать ту или иную функцию. Например, в зависимости от ключа addPower или sub, я хочу выбрать одну из трех функций, которая принимает два аргумента. Что еще может быть полезного от того, что функция — это объект? У функции можно создавать атрибуты. Здесь я у функции currentSeconds создаю атрибут secret, в который помещаю некоторую строку. Этот пример не очень осмысленный. Давайте подумаем, где это можно использовать. Например, можно использовать для подсчета количества вызова функции. Для этого внутри функции я обращаюсь к атрибуту, и при каждом вызове у меня будет увеличиваться счетчик. При этом изначально счетчик мне нужно обнулить. Давайте вызовем функцию пять раз, и убедимся в том, что значение счетчика у нас равно пяти. Не обязательно делать что-то такое, то есть объявлять атрибут вне функции. Можно объявить атрибут внутри функции, то есть проверить, есть ли атрибут, и если его нет, то создать. Проверить, что атрибут есть, можно с помощью функции chazator, а создать атрибут можно с помощью функции setator. Давайте создадим функцию и вызовем ее семь раз, и убедимся, что счетчик равен семье. Что еще есть классного? Функции можно объявлять внутри других функций. Например, у меня есть функция foo, и внутри функции foo объявлена функция bar. Функция bar возвращает 42. Давайте вызовем foo, и увидим, что у нас напечаталось here, и вызвалась функция bar, которая была объявлена внутри функции. Это, конечно, классно, что функции можно объявлять внутри других функций, но злоупотреблять этим не стоит. Какие хорошие примеры, когда это нужно использовать? Например, когда вы зачитываете файл, и вы точно знаете, какая структура у вашего файла. Вы можете функцию, которая парсит каждую строчку, объявить внутри функции, которая загружает файлик. Скорее всего, этой функции никто больше пользоваться не будет. Ну, я имею в виду функции, которая парсит вашу строчку. Второй хороший пример — это декораторы. О декораторах мы поговорим с вами чуть попозже. А функция внутри функции или функция как атрибут функций? Это не одно и то же. То есть, вот смотрите, если мы посмотрим, что есть у foo, то есть dir foo, мы увидим, что bar здесь нет. То есть, это именно объект, который создан внутри функции. То есть, сейчас на барах порога нельзя? Нельзя. И такой хулиганистый пример, когда мы хотим подменить bytecode одной функции на bytecode другой функции. Bytecode можно получить по атрибуту два подчеркивания code. Что мы здесь делаем? Мы функции func, ее bytecode, заменяем на bytecode функции currentSeconds и вызываем функцию func. При этом напомню, что currentSeconds у нас ничего не принимает, а func принимает два аргумента. И у нас все будет работать. И func у нас по-прежнему func, то есть никак не связан с currentSeconds. Единственное, что поменялось, это количество атрибутов, которые принимает функция func. Есть ли вопросы по этой вводной части? Окей, если вопросов нет, тогда поедем дальше. Дальше часть простая, все так же, как и в других языках программирования, поэтому мы ее достаточно быстро пройдем. Очевидно, что если передать функции аргумент, а при этом функция ничего не должна принимать на вход, то вы получите ошибку. Аналогично обратно, если функция принимает сколько-то аргументов, а вы ей передаете меньшее количество аргументов, у вас тоже ничего, работать не будет. Аргументы можно передавать двумя способами. Первый способ позиционный, когда каждый аргумент идет в соответствии с тем, как вы его объявили внутри функции. То есть единичка пойдет в А, двойка пойдет в В, тройка пойдет в С, четверка пойдет в Д. Другой способ — это именованный способ, когда вы явно говорите, какой аргумент должен принять какое значение. Здесь С равно единичке, В равно двойке и так далее. Как и в других языках программирования, можно комбинировать оба способа позиционного и передачи аргументов и именованный. Здесь у меня единичка перейдет в А, двойка в В, в Д пойдет тройка, в С пойдет четверка. Как и в других языках программирования, если у вас возникает конфликт, то ничего работать не будет. Здесь он у нас возникает очевидным образом, потому что мы единичку передаем позиционным образом, а единичка у нас попадает в А. При этом в А мы передаем также именованным способом. Двойка, и тут возникает конфликт. Ничего работать не будет. И точно так же, как и в других языках программирования, вы не можете передавать именованные аргументы первыми, а потом позиционные. Сначала у вас всегда идут позиционные аргументы, и только потом идут именованные. Тут должно быть все просто, поэтому я даже не буду спрашивать, есть ли у вас вопросы, и мы сразу пойдем дальше к распаковке аргументов. Мы уже с вами сталкивались с распаковкой аргументов на последней лекции, когда я вас видел. Напомню, что распаковку можно делать с помощью звездочки. Что делает распаковка? Распаковка распаковывает ваш контейнер и передает аргументы позиционным образом. То есть в func единичка пойдет на первую позицию, двойка пойдет на вторую позицию, тройка пойдет на третью, четверка на четвертую и так далее. Где это может быть полезно? Как мы видели в прошлый раз, это может быть очень полезно, например, в функции print, когда вы хотите вывести все значения, которые находятся у вас в контейнере. Это может быть полезно, например, когда вы еще хотите сформировать какую-нибудь другую строку, например, вы хотите использовать какой-нибудь разделитель, например, точка с запятой, и такого же результата можно достигнуть, просто поменяв аргумент sep. Для, как бы, сравнить с тем, как выводится просто print args. Совершенно другая выдача. Помимо того, что распаковку можно делать для позиционных аргументов, также ее можно делать для именованных аргументов. Предположим, что у меня есть какая-то функция, которая имеет много аргументов, и эти аргументы названы каким-то длинным способом. Что можно делать? Можно делать что-нибудь типа такого, посчитать сначала один аргумент, посчитать второй аргумент, сохранить его в переменах, сделать это для всех аргументов, и потом вызвать каждому аргументу, передав его имя, имя перемен. Все будет работать, но способ такой достаточно большой, но зато читабельный. Большой в том смысле, что занимает много строк, много символов. Чтобы так не делать, можно поместить все ваши аргументы, которые вы хотите передать функцию сначала в словарик. Здесь я говорю, что learning rate аргумент у меня будет равен единички, айтам альфа тройки, юзер альфа четверки и так далее. И передать их через две звездочки. Пройдет распаковка, внутри функции fun complex аргумент learning rate станет равным единички, айтам альфа равным тройки и так далее. Этот способ, он более компактный, но менее читабельный. Поэтому нужно ловить баланс между тем, чтобы передавать часть аргументов позиционным образом, именованным образом через распаковку, где это может быть полезно, а часть аргументов первым способом, то есть по имени. Они здесь должны быть именно в таком порядке, в квадрате? Нет, вы можете поменять их местами, у вас все будет работать. Пример, когда мы сохраняем баланс. Например, у нас есть несколько циклов, и обратим внимание на самый внутренний цикл, где у нас происходят три вызова. Первый вызов fit partial, в который нам нужно передать аргументы из парамс. И еще два вызова aux core, в которые нам тоже нужно передать аргументы из парамс. Наверное, если бы мы их передавали вот таким бы способом, то по имени, то было бы не очень красиво, и так строчка не очень сильно помещается на экране. Поэтому можно упаковать их в самом начале, а дальше передавать через распаковку. Остальные аргументы, которые меняются, вы можете передавать явным образом по имени. Другой хороший пример, когда можно использовать распаковку, например, когда вы загружаете некоторый конфигурационный файл, который описывает некоторую логику, с какими параметрами должна вызываться ваша функция. Вы загружаете этот конфигурационный файл и просто передаете его через распаковку. Вас не очень интересует, что там внутри находится. Это ответственность человека, который конфигурирует запуск вашей функции. Да. Нижнее подчеркивание это имя переменной. Переменной можно назвать по-разному, в том числе можно назвать нижнее подчеркивание. Нижнее подчеркивание означает для программиста, что меня не интересует, какое значение туда придет. Я просто хочу проигнорировать значение, которое я вот здесь получаю. Распаковку можно применять как для позиционных аргументов, так и для именованных одновременно. Сначала я напомню, что функция func выглядит следующим образом. Поднимемся повыше, она просто печатает, какие аргументы ей были переданы. Я использую распаковку сначала для позиционных аргументов, потом для именованных. И у меня все будет работать, потому что позиционный аргумент я передаю перед именованными, и потому что у меня не возникает конфликтов при передаче аргументов внутри функции. Можно создать функцию, которая будет принимать все, что угодно. Объявляется она следующим образом. Вы указываете звездочку для позиционных аргументов, и все позиционные аргументы у вас будут попадать в args. И две звездочки для именованных аргументов, соответственно, все именованные аргументы будут попадать туда. давайте вызовем и убедимся в том, что будет работать, наша функция может принимать сколько угодно количество аргументов. Теперь давайте заглянем внутрь функции fung поглубже и посмотрим, что тут происходит. что делает функция fung? Она просто перечитает, какие аргументы ей передаются. При этом отметим, что функцию fung обязательно нужно передать два аргумента a и b. Первый вызов функции мы передаем только два аргумента a и b. И видим, что a передалась, b передалась, а args это на самом деле кортеж. То есть все ваши позиционные аргументы упакуются в один кортеж. Именованные quarks это словарик, поэтому и все именованные аргументы упакуются в словарик. Можно сделать вызов с большим числом позиционных аргументов и большим числом именованных аргументов и увидим, что args заполнится. Соответственно в args попадают все позиционные аргументы, которые не попали в a и b, а в quarks попадают все остальные аргументы, которые были переданы именованным образом. Есть вопросы по этой части, по передаче аргументов в функцию про распаковку? Можно сделать это, ну, про произвольные, то есть именованные, неименованные, неименованные? Нельзя миксовать. У вас сначала обязательно идут позиционные, потом обязательно идут именованные аргументы. Еще вопросы? Окей, тогда поедем дальше. Еще несколько примеров о том, где распаковка может быть полезна. Самый такой распространенный пример — это обмен значениями между переменными. Я помещаю переменную A одно значение в B, другое значение. Дальше делаю вот такую штуку. И я вижу, что у меня произошла распаковка. По сути, здесь происходит что-то такое, где формируется кортеж из двух элементов B и A, а дальше каждый из элементов переходит, соответственно, в переменную A, а второй аргумент — в переменную B. Тот же самый пример, просто чуть более подробно, но обычно скобочки никто не пишет. А слева не кортеж? На самом деле слева тоже кортеж, но особо не имеет смысла запаковывать в кортеж. Это чем-то похоже на вызов вашей функции, когда вот здесь у вас стояла бы звездочка. Если рассматривать присвоение переменных как функции, то то, что справа у вас упаковалось бы в кортеж, то дальше бы через звездочку распаковалось бы. Слева на самом деле тоже формируется кортеж, но на самом деле… Но его не нужно рассматривать под документом. Да, да. Это просто такой пример, где используется механизм распаковки. Механизм распаковки — это не только про передачу аргументов в функцию. Это чуть больше, чем про передачу аргументов в функцию. Другой пример. С распаковкой кортежа или списка. Тепл у меня просто кортеж из четырех элементов. Я могу сделать что-то такое, например, я хочу проигнорировать все первые три значения, а получить только последние. Я указываю звездочку сюда, нижнее подчеркивание говорит мне о том, что я проигнорирую все, что туда попадет, а для последней переменной значения я создаю переменную a. И я получил переменные a последний элемент из кортежа k. Если рассмотреть чуть более подробно, что происходит, то давайте не будем игнорировать левую часть, то есть то, что передается, то, что нас не интересует, а сохраним его тоже в некоторый объект. И увидим, что b — это на самом деле список. То есть на самом деле к остальным элементам с кортежа вы по-прежнему можете обратиться. Если вам нужны последние два аргумента, то для последних двух элементов вы создаете переменную, все остальные вы игнорируете через звездочку, используя механизм распаковки. Аналогично можно получить первые элементы из кортежа, остальные проигнорировать. Для этого вы говорите, что меня интересует только первое значение, а остальные я игнорирую. Можно одновременно получать первое и последнее значение. Для этого вы создаете переменную для первого значения, для последнего, а остальные игнорируете. Где это вообще может быть полезно? Ну, например, ваша функция возвращает несколько значений На самом деле возвращает кортеж, но вы можете рассматривать как Это то, что она возвращает вам несколько значений, не одно И вы хотели бы получить, например, только первое значение Тогда вы используете механизм распаковки, говорите, что я хочу получить только первое значение Остальные проигнорировать То же самое можно использовать в цикле, например Когда я итерируюсь по списку из кортежей Но это такой искусственный пример Обычно так никто не делает Обычно явным образом получают нужные элементы Например, первый и последний О том, как можно получить с помощью функции map или lambda-функции Мы поговорим с вами чуть попозже Есть ли у вас вопросы про... Да А почему просто индексацию? Можно использовать индексацию, но это чуть более такой красивый питонячий способ Как бы никто не запрещает вам использовать индексацию Можно ее использовать просто Это как бы один из альтернативных способов, как можно сделать Еще вопросы? Окей Если вопросов нет, тогда пойдем дальше Про передачу значений Как вы, наверное, знаете Существует два способа передачи аргументов Один по ссылке, второй по значению Я напомню, что такое передача по ссылке и по значению для C++ Напомню, чем отличается передача по ссылке от передачи по значению У меня есть вектор V1, с которым я хочу что-то делать Что я хочу с ним сделать? Я хочу добавить к нему значение У меня есть два варианта, как я могу это сделать Один с помощью функции appendByWell Где функцию я буду передавать список свой по значению Вторая функция, в которой я буду передавать вектор А, но уже по ссылке Наверное, вы все узнаете, что произойдет А произойдет следующее Что в векторе V1 у меня запишется только значение 2 А значение 1 не запишется Почему это происходит? Происходит это абсолютно по простой причине Потому что здесь вы передаете по значению И в момент передачи по значению у вас создается копия объекта, который кладется на стек И здесь вы уже работаете с копией объекта А, а не с самим объектом А Вы добавляете объект в копию Выходите из функции, ваш объект умирает Когда вы передаете аргумент по ссылке То вы работаете по-прежнему с тем же самым объектом Здесь у вас добавляется значение Вы выходите из функции И объект у вас не удаляется, потому что у вас не создавалась его копия Нечему просто удаляться В питоне примерно так же, но чуть-чуть по-другому Мы поговорим Тут написано, как происходит Но я сейчас вам это объясню еще разок на словах Для начала нужно определиться Как передаются аргументы в функции на питоне Передаются они по ссылке В функцию append я передаю список и передаю то значение, которое я хочу туда добавить Если бы у меня передавались аргументы в функцию по значению То user.zaa у меня бы не поменялось Но я вижу, что он поменялся Значит, у меня все передается по ссылке Вот здесь дальше начинаются отличия от того, как передаются элементы по ссылке В отличие от C++ Есть функция sign, которая что делает? Она, ну, что бы мы хотели бы, чтобы она сделала? Мы хотели бы, чтобы первый аргумент Она записала бы все, что содержится во втором аргументе Давайте вызовем и посмотрим И увидим, что у нас первый аргумент, который мы передали Он не поменялся Почему это происходит? Потому что передача по ссылке в питоне работает не так, как в C++ А, например, как в Java Давайте вот с этим примером рассмотрим У нас есть два объекта В котором хранятся какие-то данные Есть методы, которые мы можем дергать для изменения данных Это, соответственно, у нас объект user.zaa И второй же такой объект Объект user.zaa И у нас также есть ссылка на каждый из объектов Ссылка user.zaa, которая указывает на этот объект И еще одна ссылка User.zaa, которая указывает на второй объект Дальше у нас есть функция Assign, которая принимает два аргумента Я один назову A большое, второй B большое Что здесь происходит? Вы заходите внутрь функции И у вас создается, грубо говоря, еще одна ссылка Ссылка A, которая указывает на тот же самый объект На который указывала ссылка user.zaa, потому что мы ее передали в первый аргумент Аналогично Давайте его здесь нарисуем Появляется вторая ссылка B, которая указывает на тот же самый объект Который указывала ссылка user.zaa, что дальше происходит? Мы делаем A равно B И здесь у нас происходит следующее Вот эта ссылка, она разрушается И теперь она указывает на то же самое, что указывала B То есть на этот же объект Дальше мы исходим из функции И эти обе ссылки умирают Как бы никаким образом мы не можем поменять данные Данные можно поменять двумя способами Первый способ — это вызвать метод какой-нибудь, который поменяет у вас данные внутри Второй способ — это явно обратиться к данным и их поменять Здесь мы явно к данным не обращаемся Мы работаем только со ссылками При присвоении у вас просто перекидывается ссылка И объект первый не меняется Понятно, что происходит? Ну то есть получается вот этот итератор равно просто так определен, что присвоивает одну ссылку? Да И переопределить его никак нельзя? Нельзя Это просто так работает Похожим образом работает в Java Поэтому как бы возможно Для тех, кто знает Java Это не должно быть проблемой понимать, как это работает Давайте тогда пойдем к следующему примеру В котором как раз демонстрируется, как можно поменять данные Здесь отличие следующее К первому аргументу я уже обращаюсь к данным явно То есть я говорю Получи мне все данные, которые у нас есть в view before И замени их на те данные, на которые указывает you after Продемонстрируем, что все работает Можно сделать следующее Но это будет не совсем assign Например, я хочу добавить все элементы, которые у меня передаются в автор В объект, на который указывает before Я вызываю метод extent Который меняет данные внутри Вызываем его И я вижу, что для user before данные тоже поменялись Потому что я вызвал метод, который меняет данные внутри Точно всем понятно, что происходит? Окей Тогда Слева отравнивается Где? Вот здесь? Вот здесь, сейчас То, что было вот здесь, да? 29 Вот так Двоеточие Это Способ, с помощью которого вы можете взять срез Почему они слева, они справа Можно сделать Вот так Но тогда у вас ничего не поменяется Потому что у вас Ссылка User before Просто перекинется на Будет теперь указывать на данные, которые хранятся в view after Это же срез Ну Ну В целом Да Ну Давайте продемонстрируем Ну Смотрите Если даже Если рассматривать это как новый объект У вас справа You after Вы взяли срез, получили новый объект А you before Это просто ссылка Теперь you before Указывает на новый объект Который получился в результате взятия среза Мы к данным you before никак не обратились Поэтому у нас данные внутри you before не поменялись Обратиться к данным мы можем Да Я не очень понял Да В итоге слева вы данным присваиваете ссылку Значит Вот это Слева данные Сразу Ну Смотрите Это не совсем ссылка Это как бы У вас происходит присвоение ссылки Но подсылка у вас всегда подразумевается Ну Некоторый объект Да Слева Слева тоже ссылка стоит Она которая внутри Да Она как бы Ссылка на внутренний объект Который работает с данными Еще вопросы? Теперь тогда Пару слов Да Если вы поставите Двоеточие и слева и справа Все по-прежнему будет работать Вот У вас появился Объект поменялся Да 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 Ну смотрите У вас поменялся ссылка Которая находится внутри функции Нет Она никак не зависит Она просто указывает на тот же объект На который вы первые дали его В качестве аргументов А вот Антон у нас один будет После такой операции? Ну Если мы Не будем объявлять Больше User B То Будет только один Теперь немного Пару слов о Неизменяемых объектах Если вы передаете Неизменяемый объект То Вы его никак не можете Поменять внутри функции Например Int Это неизменяемый объект Я хочу к нему Прибавить единичку Даже вот таким способом Который подразумевает Что данные внутри У меня должны поменяться Но так как Int Это неизменяемый объект Вот здесь у вас Создастся новый объект И A и B Будут теперь указывать На два разных объекта При этом сам A Не поменялся Как понять Он передается по значению Или по ссылке? У вас все передается по ссылке А как Инт Инт В вашем случае Это не простой тип Это тоже класс Да А простые типы? У вас нет простых типов Питая А число 3 У вас конвертируется в инт Смотрите Вот у меня был чуть выше Пример Так Сейчас Вот Пятерку я передаю В type я передаю пятерку И он автоматически Приводится К объекту А еще вопросы есть? Окей Если вопросов нет То продолжим С неизменяемыми типами Здесь Вроде бы мы работаем По-прежнему с неизменяемым типом С кортежом Но Кортеж у нас Меняется Почему он меняется? Потому что Вот здесь Мы явно обратились к данным Мы обратились К нулевому элементу А он Он изменяемого типа Мы его поменяли Поэтому он поменялся И в кортеже Ну Он поменялся В том же самом объекте Который вы передали То есть Вы не можете Поменять Сам Кортеж Например Добавив к нему Еще одно значение Или убрав Еще одно значение Но Значение Хранящееся Внутри Кортежа Вы можете Менять Если они Конечно Изменяемы Понятен Этот пример? Окей Тогда Видимостей Этой внешней Функции Это область Видимости Называется Либо Поясывающий По-русски Либо Inclosed По-английски Есть глобальная Область Видимости Которая Находится Вне всех Функций И есть Еще Так Называем Область Видимости Built-in Которые Хранятся Все Ключевые Все Операторы Языка Python Например End Def Return Все Другие Ключевые Слова В том числе Константы True И False Там же Хранятся Если Вы вызываете Функцию И у вас Внутри Используется Какая-то Переменная То Поиск Значений В этой Переменной Происходит Следующим Образом Сначала Ищется Переменная Внутри Локальной Области Видимости Если Она Не Находится То Переходим К Следующей Области Видимости Которая Стоит Выше То есть К поясывающей Области Видимости А поясывающей Области Видимости У вас Может Отсутствовать Тогда Переходим К следующей Глобальной Области Видимости И так Отойдем До тех Пор Пока Не найдем Ту Функцию Ту Переменную Которую Мы Обращаемся Давайте Рассмотрим Пример Есть Функция Func Которая Внутри Себя Печатает Переменную Result Переменная Result У нас Глобальная Давайте Вызовем И убедимся В том Что все Работает И давайте Пройдемся Вот по Вот этому Правилу Внутри Функции Func Мы обращаемся К result Ищем Ищем в локальной области видимости, в локальной области видимости не видим, поэтому переходим к следующей области видимости. А поясывающая область видимости у нас нет, поэтому переходим к глобальной. Ищем в глобальной, видим в глобальной области видимости переменную result. Это то, что нам нужно, берем это значение. Теперь чуть более сложный пример. Предположим, что мы хотим изменить глобальную переменную. внутри функции мы пытаемся ее поменять присвоив ей значение local и давайте вызовем посмотрим что произойдет и мы видим что глобальная переменная не поменялось почему это так произошло потому что при создании переменной у вас вот это правило игнорируется питон смотрит внутри себя ищет переменную если он ее не увидел но вот происходит присвоение он ее создает прямо на месте и никуда дальше не идет если вы обращаетесь к переменной на чтение то тогда используется правило lag когда он сначала смотрит локальную область видимости потом описывающую потом глобальную и так далее чтобы поменять глобальную переменную нужно использовать ключевое слово global вы говорите что я хочу использовать result result у меня бы глобальной переменной при этом я хочу ее поменять давайте вызовем и убедимся в том что глобальная переменная у нас поменялась теперь она имеет значение local еще поменяем пример внутри функции fung мы сначала хотим получить глобальную переменную result а потом создать локальную переменную result и поместив нее значение log попробуем это сделать и увидим что у нас происходит ошибка вы не можете одновременно использовать и глобальную переменную и локальную переменную с одним именем здесь у меня происходит присвоение поэтому переменная result создается прям на месте и возникает конфликт между именами потому что до объявления мы обращаемся к переменной об этом нам питоны пишет что мы обратились к локальной переменной result до того как ее объявили понятно что произошло еще разок если вы хотите использовать глобальную переменную на чтение вы вам ничего указывать не надо она у вас всегда будет доступна если вы хотите менять ее то вам нужно использовать ключевое слово глобал теперь добавим еще одну область видимости функцию fung поместим внутрь другой функции fung outer и будем пытаться менять глобальную переменную также как мы это делали до этого сначала поменяем пытаемся поменять во внешней функции а потом попытаемся поменять во внутренней функции вызовем и увидим что ничего не происходит не происходит потому что питон смотрит он ищет переменную в локальной области видимости не находит ее и создает прямо на месте здесь это происходит внутри функции fung outer мы обращаемся к result при этом мы создаем поэтому result глобально у нас не меняется создается локальная переменная result локально для fung outer с которым мы дальше работаем внутри функции fung аналогично мы не находим внутри функции fung локальную переменную поэтому ее сразу создаем на месте чтобы поменять глобальную переменную нужно использовать слово глобал глобал виден отовсюду я меняю глобальную переменную внутри функции fung и вижу что на выходе глобальная переменная у меня поменялась она теперь имеет значение локал если я хочу поменять переменную не глобальную а во внешней области видимости мне нужно использовать ключевое слово на локал я объявляю фунт переменную как много локал и дальше ее меняю видим что глобальная переменная у нас не поменялась она по-прежнему глобал а вот функция переменная из опоясывающей области видимости поменялась она теперь локал понятно что происходит окей а вопросы есть окей если вопросов нет тогда поедем дальше как и в других норм до вы здесь вы здесь на локал пост на локал если вы поставите глобал то ниже да то у вас резалт будет связано с глобальной переменной она просто поменяется можем продемонстрировать у вас она сначала считывается но вы знаете что это глобальная переменная печатается значение потом вы меняете значение вот она вот здесь поменялась третья строчка и потом мы выходим из функции глобально тоже поменялась вот она теперь локал еще вопросы для на на локал вы можете выстраивать иерархии то есть если у вас например три функции и первая содержит две других вернее она содержит одну а то я содержится внутри себя еще одну функцию то вы можете указать два на локал и будете получать ту переменную которая у вас описано самой первой функции ну это будет выглядеть что-то типа такого def func аутер аутер здесь мы объявляем как фанк фанк аутер и печатаем переменные вот так я построил иерархию у меня поменялась вот эта переменная которая была изначально равна пятерке надо было еще вот это добавить сейчас секундочку если фанк аутер не писать на локал то тогда просто фанк будет менять на фанк аутер а не панк аутера да да еще вопросы а то питон бы поругался потому что область видимости для фанк аутера она была бы не на локал а ну вернее не инклоуст а глобально вот из фанк которая вот эту переменную но вы смотрите вот мы сейчас построили иерархию мы построили сказали что для переменная результат внутри фанк она на локал переходим во внешнюю область видимости а здесь она тоже объявлена как на локал значит мы переходим еще на одну область видимости не будет глобал у вас будет ошибка но он локал у вас будет ошибка потому что нету опоясывающей областью видимости для фанк аутер аутер она находится в глобальной области видимости ну наверно в некоторых случаях это может быть полезно я честно против глобальных переменных против вот такого использования переменных но в целом иногда если вы что-то пишете быстро то порой использовать проще использовать глобальные переменные чем городить функции огромное количество аргументов которые вы будете передавать да еще да хорошо называть перемены по разным чтобы не было сюрпризов еще вопросы есть окей тогда пойдем дальше последняя часть перед перерывом про аргументы по умолчанию как его всех нормальных языках программирования здесь есть возможность передавать аргументы по умолчанию я хочу сделать функцию сам лист которая суммирует список начиная с некоторого значения если значение не было передано то суммировать с нуля все будет работать также как в других языках программирования значение по умолчанию должны стоять в конце если вы попробуете поставить какое-то другое место то у вас возникнет ошибка и важный пример про то что в значение по умолчанию плохо ставить изменяемые объекты а у меня есть функция band one list которая добавляет список а единичку и в случае если вам ничего не было передано то мы хотели бы использовать пустой список первый пример я функция band one list передаю список а который я заранее определил и кажется все работает как надо я вызвал функции band one list три раза три единички у меня добавилось конец то же самое но с аргументом по умолчанию и я вижу что внутри творится какая-то дичь у меня список мой меняется после первого вызова он почему-то равен списку из единички а после второго равен списку из двух единичек почему это происходит аргументы по умолчанию создаются в момент объявления функции и хранятся они в специальном атрибуте дефолтс дальше при использовании значения по умолчанию у вас берется значение из этого атрибута дефолтс и она меняется чтоб такого не было лучше помещать в аргументы что-то что нельзя поменять например на и здесь мы делаем проверку что если внутренном был передан нам то тогда давайте создадим новый список и с ним уже будем работать вызовем первый вариант как работал так работает по-прежнему второй вариант работает правильно значение по умолчанию не меняется при каждом вызове функции она сбрасывается к значению по ночи если вопросы по этой части но смотрите into вас неизменяем объекта значит чтобы вы не сделали сын у вас будет создаваться новый объект потому что его просто никак нельзя поменять значение по умолчанию вас хранятся в атрибуте вот и вся разница атрибут это да еще вопросы новый атрибут можно создавать прямо на месте давайте я еще раз продемонстрирую сверху был пример со счетчиком я могу сделать новый атрибут прямо на месте вот так и обратиться к нему но на меня равен некоторые атрибуты можно переписывать некоторые защищены к записи как сделать атрибут защищенный для записи мы поговорим с вами на следующем занятии каунтер это атрибут который я создал я могу создать атрибут secret и к нему обратиться атрибуты создаются вот прям на месте но лучше так не делать потому что это рушит все принципы инкапсуляции смысле об а чтобы хранить не какие-то значения но смотрите вот у нас для функции был пример сверху когда мы хотели бы посчитать сколько раз у нас вызывается функции вот чуть пониже вот и мне удобно создать атрибут который будет связан с именно этой функцией я мог бы создать внешнюю переменную но никто не поймет что это переменная как-то связана именно с этой функции небезопасно но как бы здесь есть и плюсы и минус плюс в том что мы создаем переменную которые в некотором смысле связана с функцией небезопасно что мы можем просто вот так создать нельзя но кроме built-in типов в лист в кортеж wind нельзя создавать собственно атрибута еще вопросы давайте продолжать потому что пять минут прошли все остальные подойдут я надеюсь питон также поддерживает и элементы функционального программирования начнем мы с анонимных функций или с лямбда функций и давайте начнем сразу с примера на примере будет все понятно у нас есть словарик result и я хотел бы отсортировать этот словарик если я вызвал что-нибудь типа такого то мой словарик отсортируется по ключу то есть сначала идет f потом d потом c потом b потом а что делать если я хочу отсортировать по значению для этого в сортит есть специальный аргумент ки который позволяет вам передать items это некоторый специальный объект который выглядит следующим образом это как бы вид на данные словаря но если бы мы разговаривать про второй питон был бы проще он был вернул по список вот но мы говорим про третье это как бы вид на те данные которые хранятся внутри списка что делать если мы хотим отсортировать по значению в словарике в функции сорти то есть не есть специальный аргумент ки в которой вы можете передать функцию которая будет формировать ключ по которому будет происходить сортировка я хотел бы чтобы у меня сортировка происходил по значению поэтому из вот этой два кортежа мне нужно брать второе значение я его беру и о чудо у меня произошла сортировка по значению но согласитесь для такой простой логики писать отдельную функцию это как-то слишком жирно и тем более в вашем программе может быть много таких маленьких функций код будет захламляться в общем никакого позитива и от этого не будет для этого придумать специальные лямбда функции которые пишут в одну строчку вы говори объявляете лямбда функцию с помощью шоу слева лямбда дальше перечисляете аргументы которые принимают ваша функция а дальше указывайте возвращаемое значение которая должна вернуть ваша функция сразу понятно что нельзя здесь развернуть какую-то большую логику потому что значение после двух точек это именно то значение которое должно быть возвращено неманическое правило выглядит следующим образом у вас просто убирается дэв лямбда перекачивает вот сюда а тело из тела убирается return и возвращаемое значение становится сразу после двоеточие лямбда функция это по-прежнему функции от здорово в питоне есть специальный модуль оператор в котором написаны много разных предустановленных функций в частности функция вот такого вида когда я хочу получить как какое-то значение то же самое можно сделать функции из этого модуля зачем это нужно для того чтобы ваш код был более понятно когда вы видите этом геттера вы вам приходится задумываться чуть чуть меньше чем когда вы видите лямбда функцию в которой внутри нужно разбираться а чё там происходит ям до функции могут быть любые например я хочу отсортировать свой список по квадрату значения о чудо у меня список отсортировался 0 1 1 4 4 9 9 16 16 25 так как мы с вами разговариваем про функциональное программирование то есть специальный модуль functools который предоставляет некоторые фишки для работы с функциональным программированием одна из полезных функций в этом модуле функция пошел которая позволяет вам ваши функции зафиксировать один или несколько аргументов например я хочу создать функцию фланг которая выполняет сортировку всегда по первому значению для этого я говорю какую функции я беру и дальше говорю какие аргументы мне нужно зафиксировать я хочу зафиксировать аргумент key значит значением а этом getter единичка. Я вызываю, все работает. Так как lambda-функции — это по-прежнему функции, с ними можно делать все то же самое, что и с функциями. Например, помещать в контейнеры, а также создавать функции, которые умеют работать с распаковкой, то есть принимать сколько угодно аргументов позиционных, именованных, и позиционных, именованных одновременно. Есть вопросы по lambda-функциям? Насколько сложно может быть содержимое лямбда-функции? Оно сложно настолько, чтобы здесь у вас было возвращаемое значение. В целом существуют способы, как можно что-то накрутить. Если мы успеем, я покажу пример в конце лекции, как можно было делать домашку с лямбда-функцией. То есть правильно я понимаю, что можно в лямбда-функцию и в лямбда-функцию? Что? Лямбда-функцию и в лямбда-функцию. Можно. Идти по этому сравнению, естественно. Да, да, конечно. Если у вас как бы внутри лямбда-функция вызывается какая-то другая функция, но вот как вот в этом примере. давайте сделаем функцию фанк2. c, c, v, и здесь, например, что-то такое. Можно делать так, но так делать не имеет никакого смысла. проще передать просто функцию. Зачем вам создавать еще одну? Понятно, что произошло? Мы в первом случае, мы создали еще одну лямбда-функцию, которая внутри себя вызывала функцию. Но это делать бессмысленно, потому что сюда вы передаете, ну, функцию. Зачем создавать лямбда-функцию, когда можно передать просто функцию по имени? Несколько аберратов через точку с запятой можно писать в аберратах. Вот я, кстати, не уверен про точку с запятой. Можно проверить. Нельзя. У вас может быть что-то накручено, что-то, что делает, выполняет какую-то сложную логику, но все равно это что-то в итоге дает вам одно значение. Это намек на вот эту штуку. Если вы будете накручивать что-то такое, то всегда можно реализовать какую-то более сложную логику. Но делать этого не стоит, наверное. Проще объявить нормальную функцию и ее вызвать. Еще вопросы? Аргумент может быть, может не принимать аргументов, может принимать один, сколько угодно. Вот здесь пример, когда вот эта лямбда-функция принимает сколь угодно именованных аргументов, вот эта, которая принимает все, что угодно. То же самое, как с обычной функцией. Просто запись покороче. Пашел, можно еще раз? Пашел берет вашу функцию и фиксирует в ней один или несколько аргументов и создает новую функцию, в которой этот аргумент зафиксирован в некотором значении. Всем понятно, для чего нужны лямбда-функции? Окей. Если всем понятно, тогда дальше мы их будем везде и всюду использовать. Продолжим знакомство с функциональным программированием. Первая функция, которую мы рассматриваем, это функция map, которая применяет значения к каждому элементу, например, из списка, но в общем случае к каждому элементу из некоторого итерируемого объекта. Здесь я создаю объект resultA, некоторый итерируемый объект, а дальше к каждому элементу resultA применяю функцию следующего вида, то есть возвожу все элементы в квадрат. ResultB — это некоторый объект map, это некоторый итерируемый объект, на самом деле это генератор, что такое генератор и что такое итерируемый объект, мы с вами поговорим попозже. Итерируемый объект, наверное, сейчас проще всего дать какое-нибудь такое простое описание, это объект, по которому вы можете проитерироваться. Это может быть кортеж, может быть список, может быть строка, например, когда вы итерируетесь по каждому символу строки. Под моря так и неважно, то есть это может быть... Словарь может быть? Словарь может быть, но там тоже порядок определен. В питоне, начиная с третьего, порядок ключей определен, они идут в том порядке, в котором вы их добавили. С третьего питона точно. Ну, возможно, не с третьего, там с 3.5 или с 3.6, вот так вот. На втором точно не работает. Другой пример. У меня есть список кортежей, я хотел бы получить из каждого кортежа нулевой элемент. Я воспользуюсь функцией AtomGeter, которая вам уже знакома, которая берет просто нулевой элемент, применяю, получаю результат. Заметьте, что в предыдущем случае я объект, который мне вернул map, приводил к листу, здесь я тоже привожу к листу. Это обязательно, чтобы получить значение, потому что сам объект map — это не список, это что-то другое. Строки — это тоже итерируемые объекты, но об итерируемости строк мы поговорим с вами чуть попозже. В этом примере у меня есть строка, я хочу ее разбить по запятой, а дальше каждое значение, которое у меня получилось, привести к intu. С помощью map можно сделать что-то такое. И здесь у меня каждое значение теперь типа int. Result split по запятой выглядит следующим образом. То есть сформировался список, где из строк, а дальше каждая строка сконвертировалась к intu. Понятно? Окей. Теперь про то, что строки — это тоже итерируемые объекты. Здесь я хотел бы получить ASCII-символ каждого символа из строки. ASCII-код каждого символа из строки. Применяю функцию ort, которая возвращает мне ASCII-код, и применяю ее к каждому элементу. Привожу к списку, чтобы получить список в итоге. Где еще может быть это полезно? Вообще функция map. В частности, может быть полезно при загрузке файлов, структуру которых вы знаете. Например, я хочу загрузить вот такой файлик, где первый идет некоторый ID-шник документа, дальше идет ссылка на этот объект, и последний объект, последний колонка — это время. Я точно знаю, что формат будет такой, поэтому каждую такую строчку я могу распарсить. Функция parse это делает. Fname тоже — это файловый дескриптор или файловый объект. Второй, наверное, будет более правильным. По файловым объектам тоже можно итерироваться строчка за строчкой, поэтому можно применять функцию map. Что здесь происходит? Из Fname я получаю строчку, дальше каждую строчку я распарсил с помощью функции parse, получил три значения, а дальше вывел каждую из полученных значений, которые у меня распарсились. Вывожу каждое значение, первое, второе, третье, и вывел в конце, что типы значений у меня поменялись. Первое значение у меня типа int, второе значение типа строки, третье значение — data. Здесь я также использую механизмы распаковки. Механизмы распаковки работают не только для коллекции, но и для генераторов, что тоже здорово. Понятно в этом примере, что произошло? Почему мы к списку не приводили map? Смотрите, к списку map вам возвращает некоторый объект, итерируемый. В общем случае, это генератор. Чтобы получить все значения из генератора, нужно, и существует два способа. Первый способ — это привести его к какой-нибудь коллекции, например, к списку. А второй вариант — это просто по нему проитерируется с помощью for. Из таких итерируемых объектов у вас значение извлекается одно за другим, и дальше вы с ним работаете. Индексация на map не работает, да? Индексация на map не работает. В том виде, в котором мы привыкли. Так. У вас, кстати, не знак, это значит, ну, вот там выше было ссорный знак, это значит, напишите на консоль, что ли? Это штука, да, присуща юпитеру ноутбуку, и здесь я говорю, вызываю команды из баша, то есть из консоли. Да, и мы находимся где? В текущей папке? Да, да, где у вас открыт ноутбук. А. Функцию map можно передавать не один объект, а несколько, но тогда ваша функция должна поддерживать работу с нужным количеством аргументов. Например, у меня есть два списка, я хотел бы посчитать попарную сумму каждого элемента. Я передаю один список, передаю второй список и вызываю функцию add, которая суммирует два значения из модуля оператор, с которым мы с вами уже познакомились. Получая ожидаемый результат, два значения попарно сложились. Здесь девятка, здесь один, здесь тринадцать. Что делать, если у меня список из кортежей? Это тоже достаточно частый случай, что как бы с ним делать? можно было бы написать что-нибудь типа такого, но, к сожалению, это не работает. Можно было бы попробовать исхитриться и попробовать как-нибудь реализовать механизм распаковки, но такая реализация механизма распаковки тоже не работает. Вообще, на самом деле, раньше так можно было делать через круглые скобочки на втором питоне, но больше так делать нельзя. Демонстрируется того, что это можно сделать на втором питоне. Как же все-таки решить изначальную проблему? Можно принимать на вход один аргумент, а дальше суммировать каждое значение в нем. То есть, явно обратиться к первому значению, явно обратиться ко второму по индексу. Второй вариант это воспользоваться функцией starmap, которая эмулирует вам распаковку. Вариант справа то же самое, что и слева, только используем функцию starmap. Функция starmap лежит в модуле Etertools. А вот операторы по-моему для двух чистого там куда-либо есть? Я, честно говоря, не помню. Можно проверить. Давайте попробуем. Четыре. Ну и оставим так. только два аргумента. Ну, наверное, было бы странно иметь две одинаковые функции, которые, типа, Etertools, которые делают одно и то же. В модуле оператор реализованы те функции, которые начинаются с двух подчеркиваний. Вот как мы смотрели класс, например, dir starmap. Здесь мы видели некоторые атрибуты, некоторые функции, которые начинаются с двух подчеркиваний и заканчиваются с двух подчеркиваний. Вот есть, например, le, которая выполняет сравнение двух объектов. В модуле оператор есть функция le. Это нужно для того, чтобы не дергать методы с двумя подчеркиваниями. Дергать методы с двумя подчеркиваниями это плохой тон. О методах с двумя подчеркиваниями мы поговорим в следующий раз. Теперь еще раз про то, что map это некоторый итерируемый объект, в общем случае генератор. Пока вы не извлечете из map все элементы, у вас ничего работать не будет. Что здесь происходит? Я объявляю список А, а внутри map я применяю следующую функцию, которая берет список мой и добавляет в конец текущую длину списка. И так я делаю 10 раз. Если я не приведу map к списку, например, или не извлеку из него все значения с помощью for, то у меня map не отработает. Давайте я приведу например к списку и я вижу, что А у меня поменялся. Теперь в нем есть значение 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, все как надо. Если я выполню еще один раз, то у меня ничего не поменяется, потому что map это генератор и в нем значения закончились. О генераторах мы с вами поговорим сегодня, но чуть попозже. Просто запомните, что map вам возвращает объект генератор и чтобы получить и чтобы функция выполнилась, нужно извлечь из нее все значения. Извлечь все значения можно двумя способами. Либо привести map к некоторой коллекции, либо проитерировавшись по ней с помощью цикла for. Теперь к следующей функции. Есть функция filter, которая оставляет из итерированного объекта только те элементы, которые удовлетворяют условию. Фильтр, как и map, возвращает вам некоторый объект итерируемый, генератор. Поэтому, чтобы получить все значения, нужно его привести к чему-то, например, к списку. Здесь остались только те значения, которые были больше нуля. Хочу оставить только те значения, которые являются нечетными. Применяю лямбда функцию, привожу к списку, получаю список из нечетных элементов. Строки это тоже итерируемые объекты, поэтому фильтр можно применять и для них. Например, я хочу оставить только те буквы, которые не являются буквами P и L. Остались только те буквы, которые не P и L. Можно использовать фильтр и для словарей. Например, я хочу оставить в словаре только те ключи, которые начинаются с K. Иллюстрация того, как это можно сделать, о том, что происходит, мы поговорим с вами сегодня, но чуть попозже. Вариант первый. Вариант второй. Вариант третий. Третий вариант наиболее предпочтительный. Два других просто демонстрация того, что так можно делать, но лучше так не делать. Понятно с функцией фильтр? Все вроде просто. Она оставляет те значения, которые удовлетворяют условиям. Есть функция reduce, которая раньше была встроенной. С третьего питона ее переместили в модуль func tools. Что делает функция reduce? Она берет два значения, применяет к ним агрегирующую функцию func, вычисляет новое значение и сохраняет его. Берет следующее значение из списка, например, применяет к нему функцию func сохраняет значение берет следующее значение применяет функцию func сохраняет значение в итоге у вас получается одно значение пример я хочу рассуммировать все значения в списке не хочу получить произведение всех элементов списке иллюстрация с помощью моей функции иллюстрацию с помощью функции reduce которая из модуля func tools как я уже сказал можно использовать модуль оператор из него функции для того чтобы код ваш был более читабельным понятно что дело функции reduce да нет если нет смотрите вот у вас есть список она берет первые два элемента и применять к ним функцию которую у вас будет использоваться свертки функция func у меня принимает два аргумента и возвращает мне некоторое значение это значение я запомнил дальше я беру следующее значение которое я еще не смотрел из списка теперь я беру значение которое сохранил и значение новое которое получилось применяю к нему функцию func получил новое значение сохраняю его запоминаю беру следующее значение из списка теперь у меня снова два значения я применяю к ним функцию func получаю новое значение сохраняя и так дело до тех пор пока мой список или любой другой итерируемый объект не закончится Да, функция. По-русски функция reduce называется свертка. Теперь к функции zip. По-английски zip — это молния, и работает она аналогично. Zip вам возвращает некоторый объект в генератор, некоторый итерируемый объект. Чтобы получить все значения zip, нужно проитерироваться или привести к списку. Приведем к списку, например. Zip берет два итерируемых объекта, берет первое значение из первого итерируемого объекта, берет второе значение из второго итерируемого объекта, формирует из них кортеж, сохраняет его. Берет дальше, к следующим элементам переходит. Берет следующий элемент из первого итерируемого объекта, берет следующий элемент из второго итерируемого объекта. Формирует кортеж, сохраняет. И делает так, пока не закончатся элементы. Не закончатся элементы в самом коротком итерируемом объекте. То есть здесь мы видим, что слово параллелепипед было обрезано до буквы P. В zip можно передавать не только два итерируемых объекта, но можно и большее количество. Тогда логика будет аналогичной. Здесь я просто формирую тройки. Берется первое значение из строки, первое значение из range, первое значение из списка. Формируется кортеж, сохраняется. Дальше переходим к следующим значениям. Следующая буква, следующее число, следующее значение из списка. Типичная ситуация, когда вы хотите проэтерироваться по объекту, при этом получая его индекс. Можно делать с помощью функции zip, но так никто не делает. Нет, это плохо, просто тоже так не делайте, пожалуйста. Используйте функцию enumerate, которая сделает за вас все. Enumerate вам возвращает тоже некоторый итерируемый объект, генератор. Из него тоже нужно получить все значения, например, с помощью списка. Типичный пример, когда вы итерируетесь по некоторому итерируемому объекту, получаете из него значение и как-то работаете с индексом. Например, я хочу печатать индекс и само значение. Печатаю значение, печатаю его индекс. В enumerate можно передать еще один аргумент, который скажет, с какого номера вам нужно итерироваться. Например, я хочу итерироваться не с нуля, а с единички. Указываю единичку. Как я уже сказал, zip обрезает по самому короткому итерируемому объекту. Чтобы не обрезать по самому короткому объекту, а пройтись по самому длинному, есть функция zipLongest из модуля LitterTools. Тот итерируемый объект, в котором значений не хватает, будет заполнен значением none. Также вы можете указать, каким значением вы хотите заполнить. Например, я хочу, чтобы первое значение у меня заполнялось не none, а каким-нибудь значением минус единичка. Для этого я указываю аргумент fillValue, минус единичка. В конце вижу, что заполнилось минус единичка. zipLongest можно использовать для нескольких итерируемых объектов. Будем итерироваться по самому длинному объекту. Но здесь уже нельзя указать значение по умолчанию. Всегда будет заполняться none. Давайте зачитаем файлик. Видим, что у нас получился список из кортежей. Типичная ситуация, когда мы хотим этот список трансформировать к списку другого вида. Например, мы хотим получить все первые значения, все вторые значения, все третьи значения из кортежа. Как это можно сделать? Ну, например, первое значение можно получить с помощью функции map и функции itemGeter, которую мы уже рассматривали. Получил всю вторую колонку. Если я хочу получить все значения, то можно сделать что-то такое. Я получаю первый список стоящих из первых значений, второй список из вторых значений, третий из третьих значений. Но это длинно, некрасиво, и так лучше не делать. Можно воспользоваться механизмом распаковки, который для zip работает следующим образом. вы получаете список из элементов, стоящих на первых позициях, потом кортеж с элементами, стоящими на втором позиции, и аналогично для третьего кортежа. Есть вопросы по zip? Да, результат можно было бы две звездочки написать, да, и там он тонкий. Вот сюда? Да. Две звездочки делают вам распаковку именованных аргументов. Здесь я не уверен, что произошла бы нормальная распаковка именованных аргументов. Можно проверить, и, скорее всего, да, возникнет ошибка. А, ну еще к тому же, что result у нас — это список. В этом еще проблема. Еще вопросы? Окей. Теперь подходим к сложной части, к декораторам. Маленькое отступление. Я говорил, что я закончил техносферу, и на первом семестре мне тоже рассказывали про декораторы. На первом занятии я ничего не понял, и про декораторы я осознал только тогда, когда заканчивал техносферу. Надеюсь, вы преуспеете чуть больше, чем я, и поймете, как работают декораторы после этой лекции. В любом случае, в вашей домашке есть задачи на написание декораторов, так что вам придется разобраться, как они работают. А что такое декоратор? И вообще зачем он нужен? Декоратор — это функция, которая принимает на вход функцию и возвращает новую функцию. Зачем нужны декораторы? Например, у вас есть функция, которая выполняет некоторую логику, а вы хотите добавить к ней еще какую-то стороннюю логику, но которая эта функция делать не должна. Например, вы хотите померить, сколько ваша функция работает, или хотите залогировать вашу функцию, или посчитать, например, сколько раз она выполнялась. Эти все функции, которые я сейчас озвучил, они в общем случае не должны выполняться внутри вашей функции, которая делает совершенно какую-то другую логику. Для этого и нужны декораторы, чтобы навесить эту дополнительную логику на какую-нибудь уже имеющуюся функцию. Давайте начнем с простого примера. У меня есть функция декоратор, которая является декоратором, и самый простой декоратор, он принимает на вход функцию и возвращает эту же функцию, которую получил. Чтобы навесить декоратор на какую-то функцию, нужно указать собачку и указать имя декоратора, которое вы используете. Давайте вызовем функцию greetings, на которую был навешан декоратор. Что произошло? Ничего не произошло, потому что текущий декоратор был простой, он функцию подменял на нее же саму. Давайте рассмотрим чуть более сложный пример. Здесь мой декоратор подменяет функцию на другую, на func new, которая приветствует вас по-французски. Применим, навесим декоратор на функцию greetings, вызовем, и видим, что greetings теперь здоровается со мной по-французски, а не по-английски. Что происходит? Давайте объявим функцию greetings и вызовем ее, чтобы убедиться, что она нам пишет hello world. Теперь давайте создадим функцию greetings 2, которая выглядит следующим образом. Мы вызываем декоратор, который принимает на вход функцию. В функцию мы передаем greetings и вызываем теперь greetings 2, просто как функцию. Лишнее t. И вот это значение давайте напечатаем. В первом случае greetings вернуло то значение, которое она должна была вернуть. Во втором случае greetings 2 поменял мне функцию с помощью декоратора. На вход в декоратор я передал какую-то функцию, и он подменил ее на функцию func new. Ну вот смотрите, декоратор получил параметр. Да, параметр это функция. Он вернул вам функцию. Он делал параметр. Конкретно здесь ничего. Да, здесь нет параметра функции. Да, в чем-то в смысле нет. Ну это простой пример, чтобы люди осознали, что декоратор это функция, которая принимает на вход функцию и возвращает функцию. Которая подменяет функцию на некоторую другую. А о том примере, о котором вы говорите, что декоратор должен принимать все что угодно, мы поговорим чуть-чуть попозже. Просто нужно начинать, как мне кажется, с чего-то простого. То есть то, что в декораторе то же самое с ним потом руками его ставим и списываем. Да. Да. В декоратор у меня передается функция, вернулась новая функция и новую функцию я вызову. А если где-то аргументы вам появится? Ну, да, потому что ей нужно передать какой-то аргумент. На этом... Чтобы было полная эквивалентность, полная эквивалентность, просто гритинг нужно записать. Не гритинг 2, а гритинг плюс варить. Да, да, да. Но на самом деле... Ну, да, да, вы абсолютно правы. Полный эквивалент. Понятно, что происходит? Хорошо. Здесь важно, чтобы все поняли, потому что если вы не поняли это, дальше для вас начнутся мучения, и вам придется разбираться дома. Никто же не хочет страдать, поэтому я предлагаю задать вопрос. Это... Вы так навешиваете декоратор на свою функцию, просто такой синтаксис. Вы говорите, что на эту функцию я хочу навесить декоратор... Перелил в бедене? Да. Как раскрывается синтаксис? Вот этот? Вот. Он раскрывается примерно вот следующему. вопрос. Здорово. Все поняли, как работает декоратор? Декораторов можно делать несколько. Можно навешивать несколько декораторов. Пример навешивания нескольких декораторов будет чуть попозже. Что вопрос у вас был? Еще раз повыше. Да, вот. Ниже. Вот это. Name — это атрибут, который возвращает вам имя вашей функции. Здесь он greetings, потому что я вернул саму функцию. а здесь он funcnew, потому что я вернул с помощью декоратора другую функцию. funcnew. А имя funcnew — это funcnew. вы обязательно в декораторе должны возвращать функцию. Логика той функции, которая у вас будет, она описывается обычно внутри декоратора. То есть здесь логика, которая выполняет декоратор, описана функцией funcnew. То есть декоратор это просто функция с особым синтексом? Это обычная функция. Она как бы просто имеет особый способ вызова использования специального. Она ничем не отличается от всех остальных функций, которые мы рассматриваем. Просто на нее как бы навешиваются ограничения, что она должна принимать на вход функции и возвращать вам функции. не обязательно, но лучше объявлять внутри декоратора. Смотрите, у вас декоратор выполняет какую-то достаточно такую специфичную логику. То есть, например, он меряет время. И вряд ли функция замера времени нужна вам где-то еще. вне этого декоратора. Поэтому имеет смысл объявить ее внутри декоратора. Это точно так же, как с парсингом файла. Что парсинг строчек, он уникальный для файла и не имеет большого смысла объявлять функцию вне функции, которая загружает данные. Еще вопросы? Окей, если вопросов нет, тогда к сложному примеру. Пример посложнее. Когда мы вызываем функцию и мы хотим ее залогировать. Мы хотим залогировать количество... Мы будем применять декоратор к функции сумматор и логировать будем следующим образом. Будем писать результат и будем писать длину списка, переданного на вход. Что происходит внутри декоратора? Я объявляю декоратор логер, который принимает на вход функцию и возвращает функцию. Теперь возвращает функцию рэпер, которая описывает логику, которая будет происходить внутри. Внутри логика следующая. Я выполняю свою функцию, сохраняю значение. Дальше открываю файлик, в который я хочу записать информацию. Открываю лог. В лог я записываю длину аргументов, которые было передано и результат, который получился в результате выполнения функции. И в конце возвращаю результат, потому что мне бы в целом хотелось бы, чтобы декоратор не портил возвращаемое значение той функции, которую я оборачиваю, потому что у декораторов обычно они носят какую-то дополнительную логику, например, логирование, замер времени, и это никак не должно отразиться на той логике, которая реализует функция. Поэтому здесь я возвращаю значение, которое было посчитано функцией func. Навешиваю декоратор на функцию сумматор, вызвал сумматор, посчитал, у меня равно сумма 9. Давайте вызовем еще разок какой-нибудь с двойкой и еще разок пятерку на тройку. Вы видим, что у нас внутри файлы декоратор logs и видим, что для каждого вызова появилась запись. Я везде вызывал по 4 аргумента, но сумма у меня менялась. Сначала было 9, потом 8, потом 6. То же самое можно записать следующим образом, без использования декораторов, но так никто не делает, это просто, чтобы вы понимали, что происходит. Логер принимает на вход функцию и возвращает функцию. Он принял на вход функцию сумматор, получилась некоторая новая функция. И эта новая функция принимает на вход аргументы, которые должен был принять сумматор. Она принимает на вход и видим, что файлик у меня еще дописала строчка. Понятно, что произошло? Сигнатура получается суммастро и для этого должна впадать там. Да. Ну, в данном случае да. Как бы рэпер должен суметь принять те аргументы, которые принимает функция фанк. То есть, например, рэпер может принимать все, что угодно, как мы рассматривали высшую функцию, которая принимает все, что угодно. Вот, обычно так и делают, что функция, которая возвращает декоратор, она принимает все, что угодно, потому что обычно эту дополнительную логику можно навесить на те функции, у которых сигнатуры не совпадают. И с этим нужно как-то бороться, бороться следующим образом, что декоратор, функция, которая заменяет логику декоратора, которая добавляет логику, она должна принимать все, что угодно, любое количество аргументов. Если вопросов нет, то давайте поедем дальше. Как раз то, о чем мы сейчас говорили, что логику мы можем дополнительно навешивать на разные функции, которые имеют разные сигнатуры. например, функция сумматор может принимать только один аргумент, а мод тейкер принимает два аргумента. Я меняю функцию рэпер так, чтобы она принимала все, что угодно. В ту функцию, в которой я передал декоратору, передаю эти аргументы. Так, обратно. и записываю все то же самое в, ну, почти все то же самое в лог. Здесь я записываю имя функции и полученное значение. Вызовем сумматор, вызовем мод тейкер, посмотрим, что в логах получилось. Видим еще две записи. Одна для вызова сумматора, вторая для вызова мод тейкер. Понятно, что происходит. понятно, как мы перешли от предыдущего примера к этому. Мы просто попросили рэпер принимать все, что угодно. И это все, что угодно мы передаем в ту функцию, на которую мы навешиваем декоратор. Важное замечание. Вот мы сумматор обернули в декоратор логер. А давайте теперь посмотрим, какое имя у сумматора. мы видим, что у сумматора имя не то, которое бы мы хотели. Имя функции рэпер имя той функции обертки, которая возвращает декоратор. Это не есть хорошо, например, для отладки. Можно поменять имя функции так, чтобы обертка возвращала имя той функции, которая была передана на вход. для этого есть специальный декоратор из модуля func tools, который называется wraps. Вы передаете туда функцию, которую вы передали на вход декоратору, и этот декоратор навешивайте на вашу обертку рэпер. Вызываю и вижу, что у сумматора у меня теперь нормальное имя. Не рэпер, а сумматор, как и должно быть. Это параметризируемый декоратор. О том, как делать параметризируемый декоратор, следующий пример. Понятно, для чего нужен декоратор wraps? Чтобы имя обернутой функции было таким, каким оно должно быть. Имя той функции, на которую вы оборачиваете. Теперь пример параметризированного декоратора. Я хочу параметризировать слой логгер так, чтобы на вход ему нужно было указать тот файлик, в который я хочу записывать логгер. Что меняется? Вот внутри тот декоратор, который мы рассматривали выше. Он почти ничем не отличается от того, что было до этого. Добавляется только внешняя функция, которая параметризует декоратор. Она принимает на вход имя файла, а внутри себя декоратор использует эту переменную. Он открывает файл name, который был передан внешней обертке. Ну и в конце мы возвращаем декоратор, потому что сам декоратор, потому что декоратор должен вернуть ту функцию, которую, какую-то другую функцию, потому что декоратор должен вернуть функцию просто, потому что он так устроен, что декоратор принимает нам вход функции и возвращает вам функцию. Параметризуем декоратор к файлам, который мы будем писать. Выведем, видим, что в новый файлик у нас добавилась запись сумматор результ равно 11. Понятно, что произошло или не очень? Вот эта штука, вы узнаете я с вот этой? По сути, это то же самое. Ну, похоже или нет? Окей, теперь мне нужно параметризовать. Как мне параметризовать? Мне нужно сюда как-то передать файл я бы мог сделать что-нибудь типа такого файл name давайте tmp равно 3 это убираем это убираем и меняем просто на декоратор tmp 3 это понятно как работает да? Тут вроде все просто теперь нам нужно это параметризовать параметризовать каким образом? Чтобы декоратор вот этот чтобы декоратор при передаче некоторого аргумента формировался ваш другой какой-то некоторый декоратор внешняя функция которая будет параметризовывать она принимает на вход файл name и должна вернуть декоратор на функцию вернее вот так теперь наш декоратор видит файл name который находится в опоясывающей области видимости здесь мы вспоминаем как искать переменные будет произведен вызов rapper он будет искать перемену файл name внутри рэпера файл name он не найдет поэтому перейдет в декоратор внутри декоратора он тоже не найдет файл name перейдет в логер а в логер файл name у вас заданном мы его передали как аргумент декоратор вам вы должен вернуть функцию он здесь и возвращает здесь мы возвращаем просто параметризованный декоратор параметризация происходит что внутри функции логер вы каждый раз при вызове функции логер вы каждый раз создаете новый объект давайте посмотрим что получилось добавилось еще одно строчек стало хоть чуть-чуть понятней окей без собаки смотр один два три то есть у вас вот здесь формируется некоторый параметризуемый декоратор этот параметризуемый декоратор применяется к сумматор и полученная функция применяется к тем аргументам которые мы передали на вход да потому что мы здесь не выполнили не обернули рэпер с помощью декораторов ропс имя сумматора ну смотрите вот в этом примере оно сохраняется имя а вот в этом примере оно меняется есть вопросы окей поедем дальше рассмотрим еще несколько примеров декораторов например я хочу кэшировать свои значения потому что моя функция она как-то очень долго считается если ей на вход при неходе от одинакового значения зачем мне ее считать я лучше верну значение из кэша потому что взять значение из кэша будет быстрее что я делаю внутри декоратор я объявляю функцию кэш которая хранит собственно кэш и собственно логика работы декоратора я формирую ключ некоторые которые мне будет отличать вызовы функции одни от других ключ следующий имя функции которая вызвалась и аргументы с которыми оно вызвалось дальше я проверяю если ключика нет в кэше то значит мне значение нужно посчитать если значение есть в кэше то мне его нужно просто вернуть давайте вызови есть функция power2 которая двойку возводит в некоторую степень но при этом выполняется долго спит 3 секунды и я вижу что давайте запустим еще разок что она спит только при первом вызове когда нужно посчитать вот второй выполнился мгновенно и остальные вызовы тоже выполнился мгновенно потому что значение было уже посчитано такой декоратор писать не надо он уже есть называется lrucache из модуля functools вы просто говорите какую функцию вы оборачиваете с помощью декоратора lrucache и указываете размер кэша который вы хотите использовать например я хочу кэш не более чем на 5 значений аналогично считается просто вам не нужно писать свой кэш уже есть встроенный который работает нормально со всеми аргументами для разных функций декораторов можно навешивать несколько вот у меня есть первый декоратор который информирует нас о том что был произведен вход и информирует нас о том что был произведен выход аналогично второй декоратор я сначала на функции навешиваю второй декоратор потом навешиваю первым ну и выводится так же как в том порядке в котором я навешиваю то есть я первым навесил декоратор 2 поэтому первыми навешиваю вывод у меня для второго декоратора потом навешивается первый декоратор обрамляющий вывод для первого декоратора почему так происходит потому что вы сначала входите в первый внешний декоратор потом спускайтесь в следующий декоратор и так далее пока не дойдете до самой функции оба оборот в декоратор вам всегда возвращает новую функцию давайте продолжать теперь про механизм итерации и про генератор механизм итерации используется как это неудивительно в циклах и именно поэтому и именно поэтому он такой медленный почему он медленный потому что при итерации по объекту у вас формируется еще другой объект iter из которого и извлекаются значения например здесь я получаю объект итератор по списку чтобы получить значение из итератора нужно вызвать метод next вызывают четыре раза получил четыре значения на пятом вызове next у меня мой интератор закончился поэтому бросается исключение специально который называется стоп это рейшн что происходит цикле цикле у вас формируется объект итер из объекта итер у вас постепенно один за одним извлекаются значение в тот момент когда у вас бросается исключение стоп это рейшн внутри цикла она ловится и вы выходите из цикла это еще одна причина почему цикл такой медленный потому что он ловит исключение а ловить исключение это очень дорого понятно как внутри цикла работает для еще раз опоздавших что происходит когда мы вызываем итерируем все по циклу формируется некоторые итерируемый объект с помощью вызова итер поэтому итерируемому из этого итерируемого объекта один за одним вы получаете значение когда значение у вас заканчиваются бросается исключение стоп это рейшн внутри цикла for исключение ловится и вы выходите из цикла из итератора можно получать значение одно за другим с помощью функции next когда итератор закончится вы явно получите исключение стоп это рейшн где используются итераторы например есть итератор реверс который позволяет вам обходить список в обратном порядке давайте получим из итератора следующее значение я могу его получить с помощью метода два нижних подчеркивания next два нижних подчеркивания next просто иллюстрация что можно так делать но так никто не делает это плохо делайте лучше так если вам это где-то вдруг нужно получили следующий элемент из итератора у итератора есть методы свои атрибуты вот есть метод next с двумя подчеркиваниями как я уже сказал вызов функции next и вызов метода два нижних подчеркивания next два нижних подчеркивания они в целом эквивалентны предпочтение конечно же нужно отдавать функции дергать методы с двумя подчеркиваниями это плохой тон так делать не надо итератор закончился бросился исключение стоп от рейш до итератор можно создавать из разных коллекций например можно создать из списка вернее простите из словаря тогда он будет работать следующим образом вы получаете ключи один за одним это объясняет почему при итерации по словарю вы получаете только ключи давайте создадим словарик д и про итерируемся по нему получаем только ключи если вы хотите получить и ключи значения то нужно обращаться к методу items из него вы будете извлекать один за одним пару ключ значения если вы хотите получить только значение можно использовать метод items также выбирать из него только значение либо воспользоваться методом values еще один пример итерируемых объектов это методы номерейт как вы помните наверное номерейт вам возвращает пару элемент из итерируемого объекта и позицию на котором этот элемент стоит map тоже итерируемый объект из него также можно получать значение по одному с помощью функции next и и еще один пример файловый объект это тоже итерируемый объект и из него можно зачитывать строчку за строчкой с помощью цикла понятно про итераторы тут вроде бы все просто тогда к следующей части генераторы чем в чем плюсы генераторов почему их нужно использовать генераторы хороши тем что они быстрее чем цикла предположим что я хочу создать список из одного миллиона объектов и каждому элементу прибавить десяточку я могу это сделать несколькими способами первый способ с помощью цикла добавляя каждый раз элемент второй раз с помощью генератора и третий вариант с помощью нам библиотеки нампи давайте посмотрим сколько это будет работать придется немножко подождать видим что генератор почти в два раза быстрее подождем сколько считается нампи и видим что нампи хуже чем генераторы но как бы тогда вопрос а зачем вы нам рассказывали про нампи типа если он такой немедленный нужно же использовать генератор проблема заключается в том в следующем пункте что у вас происходит конвертация от списка к объекту массива типа нампи если мы уберем этот момент то есть отдельно сначала сконвертируем а потом будем выполнять операцию мы получим совершенно другой результат видим что в десятки раз быстрее поэтому нампи учили не зря нужно использовать там где это может быть вам полезно генераторы в отличие от циклов они гораздо более лаконичны давайте зачитаем весь файлик с помощью метода read lines можно зачитать весь файлик с помощью цикла for например я хочу зачитать все строки но оставить только те строки которые начинаются с буквы п при этом к самой строке я хочу применить следующее преобразование я хочу убрать парабеллы с конца и хочу все символы привести к верхнему регистра вызываем получаем нужный результат делаем то же самое с помощью генератора но в одну строчку получилось компактнее и в целом по-прежнему также читабельно еще один пример но гораздо более искусственный допустим я хочу получить значит список который состоит из попарных значений разделенных дефисом вариант с циклами вариант с генератором красивый короткий что касается генераторов для генератора есть одно главное правило что его нельзя переиспользовать то же самое касается map то же самое касается фильтр то же самое касается всего что мы с вами до этого обсуждали вас создается объект генератор и вы можете извлечь из него значение только один раз если вы хотите извлечь из него значение еще раз вам нужно создать новый объект из него извлекать пример я создал объект генератор и пытаюсь по нему проитерироваться с помощью цикла for получаю все значения бросилось где-то исключение я вышел цикла for если есть генератора пытаюсь получить еще одно значение я получаю исключение стопатерейш которая мне говорит о том что генератор кончился ну и вызов цикла тоже меня ни к чему не приведет генератор закончился извлекать мне из него нечем все понятно про эту часть она должна быть достаточно простая есть два типа генераторов первый тип генераторов это выражение генераторы когда мы пишем что-то такое в круглых скобочках получили некоторый объект генератор из него получаем все значения например переведя к списку как конвертировать циклы в генератор вот мы здесь рассказывали обсуждали с вами лаконичность как переводить вот такие циклы вот в такие более короткие лаконичные выражения правило примерно следующее вы записываете сначала формате цикла а затем переписывать это форме генератора помещают начинаете вы сверху вниз вот у вас цикл for вот он здесь же остается цикл for дальше вы наступаете на первое условие на те значения которые вам нужно оставить те значения которые вам нужно оставить вы помещаете вот сюда сразу после цикла for а значение которое вам нужно поместить ваш список то есть сгенерировать вы помещаете в самое начало что происходит вы итерируетесь по списку numbers получаете одно значение за другим из этого списка оставляйте только нечетные значения и умножайте их на 2 сам все не содержит нет не содержит этот пример понятен понятно как сконвертировали окей тогда к следующим примером примера простейших генераторов когда вы просто итерируетесь по одной одному и трируем объекту и создаете на основе него другой объект например я хочу возвести все значения в квадрат это можно сделать с помощью генераторов следующим образом я хочу возвести двойку в n степень я делаю это с помощью генераторов говорю что мне нужно вернуть вот такие значения получил степени двойки генераторы как я уже показал выше можно добавлять сверху условия например я хочу оставить только нечетный элемент давайте вызовем с у нас выглядит следующим образом это квадраты значений 0 в квадрате 0 единичка в квадрате единичка 2 в квадрате 4 из этих значений я хочу оставить только те которые кратны 2 я добавляю условия на то какие объекты мне нужно оставлять в конец добавляю его сюда и говорю что мне просто нужно вернуть то нужное значение исходное просто чтобы она была кратна двум здесь я его возвращаю получаю нужный мне список из квадратов кратных двум условия можно помещать и сюда это вариация тернарного оператора что здесь происходит я итерируюсь по всем значениям от 1 от 0 до 10 не включая и дальше проверяю четное или нечетное у меня значение если у меня значение нечетное то я умножаю его на 2 если она четная то делю на 2 на целом вызовем получим ожидаемый результат понятно это понятно как выглядит тернарный оператор в питоне вы указываете условия слева от него то значение которое возвращается в случае если условие выполнено справа то значение если условие не выполнено генератора можно создавать с множественными циклами как это делать пишем сначала вариант с двумя вложенными циклами и итерируемся от 0 до 2 итерируемся внутри от 0 до 3 внутри а формируем пары и же то же самое с помощью генератора вы берете первый цикл размещаете его на первом месте берете второй цикл размещаете его на втором месте здесь указываете то значение которое должно вернуться из генератора получаем все те же самые пар можно генерировать не только списки но и другие объекты например можно генерировать кортежи для этого вы такой пример у меня есть словарик res я хочу проитерироваться по всем парам ключ значение и сохранить его в кортеж для этого я генератор привожу к типу кортежа тепл если вы поставите скобочки то вы получите просто генератор а это не то что вам нужно приводим к типу тепл если вы хотите получить список можно указать список либо делать так как мы делали до этого используя квадратные скобочки вместо круглых можно формировать словари здесь я хочу проитерироваться по строке python и проитерироваться по вот этому списку включил меня будет буква в значении у меня значение списка получили список которые хотели где ключ это буква значение это и списка понятно тут вроде бы все должно быть просто понятно конверт как конвертировать циклы в генераторы в кей главное не злоупотреблять генераторами потому что генератора это примерно так же как распаковка они красивые работают быстрее но можно потерять в читабельности кода читабельность кода все-таки должна стоять у вас на первом месте если у вас получается генератор не считабельны лучше от него отказаться и воспользоваться чем-нибудь другим например функциями генераторами тоже тот же самый пример который у нас был выше где мы генерировали пары соединенные разделенные дефисом тот же самый пример можно записать следующим образом с помощью функции единственное отличие от обычной функции здесь есть функция ключевое слово елт которая говорит вам о том какое значение вам нужно выплюнуть из вашего генератора на очередной итерации генфанк это генератор функции из генератор функции также можно получать значение по одному можно итерироваться в цикле и как это мы с вами уже обсуждали из него также можно получить значение только один раз зачем нужны генератора функции ну для для того чтобы создавать какую-то сложную логику например я хочу какой-нибудь генератор который рисует вот такую вот елочку поместить такое выражение в один генератор можно было бы но наверное не очень здорово поэтому лучше сделать что-нибудь типа такого есть еще такая конструкция елт фром которая позволяет вам выплюнуть все значения разом например давайте я перепишу этот пример чуть-чуть по-другому чтобы было понятнее что происходит о здорово спасибо большое есть специальная конструкция елт фром которая позволяет вам заменить вот такой цикл на вот такое выражение елт фром выплевывает все значения которые у вас есть генераторе просто одно за другим где это может быть вам полезно например при написании рекурсивных генераторов я хочу написать следующий генератор который идет от нуля до пяти а потом идет от пяти до нуля в обратную сторону это удобно сделать с помощью рекурсии следующим образом я сначала выплевываю первое значение а дальше мне нужно вычислить следующее значение значение у меня по-разному считаются до зависимости от аргумента а дельты если шаг у меня больше нуля то я иду вверх если шаг меньше нуля то я иду вниз здесь добавляется условия что мне нужно остановиться на нуля ну и в зависимости от того достигли мы максимального значения или нет нам нужно менять знак дельт понятно для чего нужно елт фром или не очень елт фром вам заменяет вот следующую конструкцию вот эта запись и вот эта запись они эквивалентны елт фром извлекает из вашего генератора который вы указали все значения по 1 давайте приведем еще кого-нибудь пример и такой пример наверное будет чуть более понятней у нас есть генерал который генерирует значение от 0 до 3 и мы хотим все значения из него извлечь по одному когда мы вызываем next мы получаем очередное значение из вот этого генератор когда мы вызовем еще раз next мы получим еще одно значение давайте сделаем так так должно быть чуть чуть более нагляднее можно добавить еще print стало понятно как работает help from или нет все равно help from может быть вот полезен когда вы используете рекурсивные генераторы вот примеры рекурсивного генератора когда вы можете записать вот такую одну короткую строчку вместо того чтобы писать вот такой цикл просто ваш код получается чуть более лаконично можно писать и через цикл это не запрещено в этот момент у нас программа не ставится продолжает вычисляется и возможно обновляет нет смотрите у вас программа каждый раз останавливается на елт вот вы вызвали next и у вас вот выплюнул спелого значения я дальше она застыла ваш генератор потом вызывается next еще раз выполняется выполнение идет сюда и типа до следовавшего елт как раз то о чем мы хотели бы дальше поговорить что генератор это карутины то есть такие которые по-русски называются сапрограммы такие сущности которые могут сохранять свое состояние и общаться с внешним миром и менять свое состояние зависимости от того какие данные приходят на вход я делаю генератор аккумулятор который суммирует все значения которые ему пришли на вход если мы на вход пришло нам то мы выходим из цикла и возвращаем итоговую сумму давайте посмотрим что происходит мы вызываем next ген next ген эквивалентен вызову следующему вы генератор вызывайте метод cent и передаете ему нам что здесь происходит мы заходим при первом вызове next мы заходим сюда идем 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 сюда доходим до елт и возвращаем total и застываем на месте ждем следующего значения которое нам придет следующее значение которое мы можем отправить генератор отправляется с помощью метода send мы отправляем единичку он получает единичку сохраняет единичку и идет дальше 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 доходит до елт извлека возвращает следующий total total уже равен единички и снова застывает до тех пор пока ему не придет следующее значение отправляем двойку идем до елт возвращаем total ждем когда получим следующие значения вызываем next ген что равносильно вот такому вызову получаем на выходим из цикла возвращаем total понятно что произошло на елт ваша функция замораживается каждый следующий вызов next возобновляет выполнение функций функцию генератор можно передать значение с помощью метода send мы его здесь суммируем мы проверяем что значение не надо значение которое нам пришло в елт мы сохраняем в ее да да вы отправили значение через цент и он сохраняя значению были и да и дальше выполняет своего плане и пока снова не встретил но я если если вам пришел на то вы выходите отсюда и остановится вот здесь да а если не пришел нам то вы продолжаете согласно цикла просто у вас такая конструкция в елт замораживается до тех пор пока не будет вызван либо next либо метод send 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 отправляет значение елт его принимает сохраняет в перемену вылью и дальше у вас выполняется выполнение программы до елт елт выбрасывал вам новое значение total и замораживается чтобы получить следующее значение ну это не очень имеет смысл потому что вы вызываете next что send что next разницы никакой нет у вас идет вот сюда выполнение как бы не важно что вы при как бы прислали на первом вызове next у вас вы заходите внутрь генератора и даже если бы вы могли бы туда пересадать какое-то значение она бы все равно потерялась нет почему не выведется она потеряется она потеряется вас вы дойдете до total выплюните total равный нулю и будете ждать пока придет следующее значение да елт всегда ждет как только вы получили у вас произошел вызов next или send вы продолжили выполнение и дошли до следующего елда выплюнули значение и снова застыли как я уже сказал next совпадает с вызовом send просто в аргументе передается на генератор можно явно прекратить его выполнение вызов метод close тогда вот здесь я вызвал метод close дальше я пытаюсь что-то генератору послать или получить из него следующие какие-то значения у меня ничего не выходит потому что генератор закрыт внутри генератора функции можно ловить этого исключения и добавлять какую-то свою логику например здесь я хочу поймать исключение выхода когда я генератор закрываю и написать окей я ловлю исключение и в конце пишу дополнительно окей из генератора я по-прежнему не могу получить больше значений потому что он закрыт я получаю исключение стоп это рейш да мы вызываем этот клоус нет в самом описание вы можете сделать return кажется и тогда выполнение вашего генератора закончится а если после этого называется до стоп это рейш я вижу вы немножко подустали давайте последняя часть она простая то то как работать с итераторами что предоставляет для этого стандартная библиотека стандартная библиотека модуль это туз кладезь работы для кладезь работы кладезь функции для работы с и тратами может с вами рассмотрели функции ziplong star map есть и другие есть например функция чейн который позволяет вам объединять несколько итераторов в один и итерироваться по ним вместе например здесь я передаю в чейн каждый итератор отдельно привожу к списку и получаю объединенный список из всех значений полученных из каждого из итераторов то же самое можно сделать с помощью распаковки и получить аналогичный результат писать через распаковку не принято поэтому лучше использовать метод from iterable который явно вам говорит что будет происходить распаковка вызов аналогичен вот следующему есть функции slice которая позволяет вам брать срезы над итераторами и генераторами например я хочу получить первые 7 значений из своего генератора а я говорю передаю вайсла из тот объект который я хочу взять а дальше тот срез который бы мне хотелось бы взять то есть первые 7 значений это чем-то похоже на то как если бы мы срез записали бы следующим образом если я хочу получить все значения начиная с восьмого то я указываю с какого аргумента мне начать и указываю что последние у меня должен быть концом аналогично мы могли бы написать для массива с помощью такого вида с помощью явного использования среза с помощью слайс с 3 по 9 аналогично указывайте первый последний и шагом указывайте первый последний и указывайте шаг есть метод те который позволяет вам копировать генератор первый пример когда я создаю список из трех генераторов и каждый из них пытаюсь привести к списку я вижу что у меня только первый генератор привелся к списку остальные не привелись не перевелись они потому что они закончились если я хочу чтобы все списки у меня были от 0 до 16 для этого мне нужно воспользоваться ти то есть скопировать генератор три раза есть функция цикл которая позволяет цикличным образом обходить вашу коллекцию или ваш генератор и так далее здесь я например хочу обходить свой список элементы списка по кругу и добавлять индекс с которым я прошел получаю здесь сначала 0 индекс добавляю его в первый список потом получаю единичку добавляю во второй индекс получаю двойку добавляю в третий индекс на следующем элементе я получаю 3 индекс и снова первый элемент добавляю его в первый список и так далее есть функция грубой которая позволяет вам группировать значение генераторе или в списке по некоторому ключу например я хочу сгруппировать все свои значения по первому ключу группировка идет по первому ключу заметьте вот здесь идет переключение с ключа нолик на единичку потом снова на нолик у меня получается три группы то есть у первая группа потом вторая потом снова третья новая группа то есть грубой проверяет что отличается ли у вас ключик от предыдущего значения или не отличается давайте выведем группы видим что по ключику ноль у нас получился первый вы список стоящий из первых значений группы по ключику единичка соответственно вторая группа и по ключику ноль последняя третья группа